Особенно, когда о приходе говорили в 18-19 веке и в начале 20 века, имели в виду очень простую вещь, что приход – это некая территория, население которой в обязательном порядке привязано к этому приходскому храму. Это обязательный порядок, это очень важная вещь, я его сейчас подчеркиваю, потому что потом я несколько раз буду это повторять. Это то, что называлось проблемой территориальности прихода уже в конце 19 века. Что приход – это территория с прихожанами, которые обязательным порядком привязаны к этому храму и, соответственно, к этому духовнику. Понятно, что такая территориальность в эпоху Допетровскую была невозможна. Плюрализм формы кормления мирян, покаяльные семьи как экстритериальный приход и так далее. Но более того, сам приход еще не имеет этой территории, вот то, что называется приходом, собственно, тогда. Вообще-то первоначально идея о границах, она содержится уже в ранних канонических памятниках. Например, в уставе Ярослава, Ярослава Мудрого о церковных судах уже содержится категория предела или переезда, а в других списках уезда, в рамках которого священник окормляет свою пасту. То есть ему некая территория выделялась. Но при этом сама паста, ну имеется в виду прежде всего сельский священник, потому что городской раском, там более-менее все понятно. А вот население это было очень важно. Но паста-то сама к этому территории никак не была привязана. Она могла сесть, уйти дальше. Россия, как вы помните, по Ключевскому стране, страна колонизуемая. Колонизуемая она вплоть до начала 20-го столетия. Это все очень интенсивно развивается. Более того, церковная власть прекрасно понимает, что никакого прихода как территориальной общности нет, он очень иллюзорен. Поэтому, например, архиерейская дань, которая берется в те века, она всегда берется, она берется со скуфии. То есть с каждого служащего клирика, а не с территории, не с прихода. Только в конце 17-го века она начинает браться со двора. То есть начинает учитываться количество дворов в приходе. Это в конце 17-го века. То есть, грубо говоря, на стабилизацию приходской сети, если мы ее считаем с 10-го, с 11-го века, ушло 7 столетий до 17-го. Но только в 17-м, и то в центральной России, в центре, на северо-западе, начинает стабилизироваться эта территория. И архиерейская власть может уже начинать собирать дань не с скуфии, а со двора, с количества дворов в приходе. Но даже тогда, даже в конце 17-го века, священник современной Орловской области в Ливнах жалуется, в городе, это очень хорошо видно, да? Город Ливны, казалось бы, это передовая линия русской колонизации дикого поля на юг. Там все должно быть очень четко. Вот он пишет. «Подьячие, помещики, казаки, в домы промежи моих прихожан ливенских пушкарей, и внутри города входят, и приходят они к приходской моей церкви». Его прихожане – это ливенские пушкари, у которых слобода, и слобода построена для ливенских пушкарей. А внутри них, то есть промеж их, живут подьячие, помещики, казаки. «И в домы промежи моих прихожан ливенских пушкарей, и внутрь города не приходят они к приходской моей церкви, а иные не приходят. Должны, но не приходят. И иконы, взяв из моей церкви, поставили по другим церквам, по разным церквам, и мертвецов своих кладут по разным церквам, мимо нашу приходскую церковь неведомо для чего. И попов мимо меня в домы свои призываются, всякую потребую». Это он жалуется архиерею, что, мол, как же так вот. С него с территории берут, с домов, а он говорит, а тут не мои. Более того, на селе, очень интересно, священники начинают сами писать полюбовные сказки о границах приходов. То есть, грубо говоря, а мне, там, попу Ивану, такой-то церкви, из такой-то деревни прихожан к себе не брать, потому что, соответственно, эта деревня тянет к попу Адриану, такой-то церкви. Это они могут между собой договориться, а прихожан, они сами поедут, куда им надо. И никаким образом они не привязаны. Эта вот подвижная территориальность прихода, она очень важная характеристика той эпохи, потому что с этим будут бороться синодальные власти в начале уже синодального периода. Итак, краткое резюме всей этой огромной эпохи с X по конец XVII века. Первое. Плюрализм форм окормления мирян. Важная часть, такое явление, как покаяльная семья, которая является вообще экстритериальным приходом. Значит, очень важное влияние на церковную жизнь земского начала. Или в лице общинного, или в лице водчинников, часто собственнического начала. Потому что именно мирянские люди, или община, или водчинник являются инициаторами церковного строительства. Ну, иногда строят там архиерейс или монастырь, но вообще-то именно вот эти люди внизу являются инициаторами развития всей приходской сети. Это они вообще-то христианизируют Россию, ставя эти церкви. И перевозя их, вот я говорил сейчас, да, сибиряки, уехали и забрали ее с собой. Не нужно было бы им, они бы не забрали. Они забрали ее с собой. Им было это важно. Именно свою церковь, которую сделали. Ну, понятно, что там был экономический интерес, второй раз не рубить, но все-таки. Вот, это этот момент. И последний момент, который я только что сказал, не установившиеся границы приходской организации. Сеть как бы создалась, но на самом деле границ четких еще нет. И тут, собственно, наступает синодальный период, то есть начало 18-го столетия. Вот вторая наша часть нашей беседы с 18-го века по первую половину 19-го века. Но здесь очень важная история. Процессы синодального периода начинаются чуть раньше, начинаются в конце 17-го века. И очень четкая такая граница – это знаменитый, так называемый, Великий Московский собор 1666-67-го годов, который известен несколькими вещами. Прежде всего, он известен тем, что он, собственно, осудил патриарха Никона за его не очень хорошее отношение с Алексеем Михайловичем. Подробности сейчас входит не буду, это отдельная очень интересная история. Осудили. Но вместе с этим что происходит? Вместе с этим утверждается, окончательно утверждается репрессивная политика в отношении староверов. Это апогей как бы развития русского раскола. Очень драматическая страница истории нашей отечественной церковной истории. Потому что до этого момента вообще-то староверы считали, что они переубедят царя. Царь изменится. Вот с этого момента, когда с высоты, и царь это подтверждает Алексей Михайлович, что все, но старые обряды осуждены, новые обряды утверждены, несмотря на то, что Никон осужден. Более того, собор постанавливает по просьбе царя, как бы разрешает царю предавать староверов городским, то есть гражданским государственным казням. Что это за казнь? Казнь это самая разнообразная и страшная. И вот с этого момента староверы убеждаются, что все, это антихрист, царь антихрист. Раньше у них был патриарх антихрист, теперь все, и власть тоже антихрист. Теперь, собственно, раскол входит в острую фазу очень острой конфронтации. И именно с этого момента мы видим активное наступление церковных сначала властей, а потом и светских, на приходскую самостоятельность. И борьба с расколом означает борьба с самостоятельностью приходской общины, а также с покаяльной семьей. Потому что покаяльная семья, прекрасно видно на примере Аввакума, который прямо об этом пишет, та ячейка, на которой базируется старобрячество. Поэтому уже сам собор 66-го года запрещает мирянам отходить от духовных отцов без отпускных, а духовникам принимать мирян для исповеди без таких грамот, без отпускных грамот. То есть фактически на мирян распространяется та же практика, которая распространяется на духовенство. Священник не может уйти в другую епархию без отпускной грамоты от архиерея. А это распространяется на мирян, они могут уйти от духовника без такой грамоты. С конца 17-го века, чуть позже, вводится запрет монахам исповедовать мирских, это очень важная история, которые будут действовать, этот запрет будет действовать все 200 лет до начала 20-го столетия. И это всегда будет поводом упреков со стороны приходского духовенства в адрес, например, монастырских старцев, той же Оптиной. Я сам читал, есть многократно известные эти сюжеты, когда местные калужские батюшки пишут вверх доносы на оптинсов, что оптинские старцы принимают на исповеди крестьян, а это им запрещено. Потому что синодальная система, ну еще даже досинодальная, еще в конце 17-го века, очень проста. Монастырский, как тогда говорят, старец для монахов, приходский священник и прихожий. Все. Это тоже вырабатывается в рамках борьбы с расколом. Позже, уже при Петре, в 722 году, было прямо запрещено избрание духовника. То есть новая имперская власть как бы отменяет канонический принцип покаяния вольно есть. И обязательно она закрепляет это покаяние за приходским священником по территории. Вот, собственно, в этот момент окончательно юридически упраздняется покаяльная семья. То есть наступление на нее начинается еще в 17-м веке, но юридически она упраздняется в 722 году, когда запрещается вот это вот избрание духовника, когда принцип покаяльная вольно есть, отменяется юридически. Вот, при этом архиереи ведут наступление на права мирских людей. Очень интересные такие судные дела возникают то там, то тут, то в Вятке, то в Архангельске, то в Пскове, то еще где-то между архиереями и церковными старостами. Потому что архиереи начинают покушаться на землю. Они говорят, вот все то имущество, которое мирская община или вотчинник передал церкви, это я управляю архиерей, а не вы. Они говорят, как это? Как? Вы о чем вообще? Они говорят, не-не-не, это я управляю. Они говорят, я управляю, все. И начинается борьба, иногда она длится десятилетия, но побеждают в конце концов в поддержке центральной царской и имперской власти архиерей. А зачем это надо? Потому что от этой земли питается духовенство. И, оторвав этот источник дохода духовенства приходского от общины, взяв в руки еприхиальная власть, таким образом ставит духовенство в зависимость от себя, а не от общины. Она отрывает священника от земского мира и ставит его в особое положение. Клирика. Часть вот этой корпорации уже не мирской, не земской, а именно церковной. Утверждение, например, сейчас многократное утверждение о том, что клирики подлежат только архиерейскому суду. Им тогда начинают встречаться. Причем они, архиереи, пытаются распространить свою юрисдикцию на любые прегрешения, на любые проступки клириков. Ну, раньше, казалось бы, там, извините, проворовался. Ну, где там, в земском суде он там как-то должен заплатить долг. Нет, сейчас тоже архиерей должен судить, потому что он клирик, это моя корпорация. Ну, вот как бы реформы 17 века, рождающиеся в контексте борьбы с расколом, они вот на это нацелены. Они нацелены на то, чтобы провести размежевание клира избранного и общины. Но надо сразу оговориться, что если с общиной это удается, то с частными церквами это гораздо сложнее. И это продолжается в 18 веке, вот это все, вот это вот, частно правовые такие отношения в поместьях у дворян. Поскольку вы понимаете, что 18 век это как бы 18, первое половине 19, это золотой век русского дворянства. Со всеми и положительными, и отрицательными, чудовищными, так сказать, последствиями для страны. Это вот как бы то самое, вот эта цитата, которую я приводил до конца 18 века, 97-98 года из Нижегородской опархии, что мой храм, мой поп, моя церковь, мой доход, это вот такая формула отношения, собственно, помещиков уже новой эпохи к той же самой проблематике. Единственное, что я должен оговорить, то нужно понимать, что консолидируя таким образом церковный организм, архиереи 17 века, они все-таки преследуют внутрицерковные цели, в том числе, например, они имеют в виду, что нужно заняться благочестием мирян. Эта задача стоит осознанно еще в середине 17 века, а то и раньше. И периодически власти к этому возвращаются, там, я говорил уже, Алексей Михайлович посылает указ в Свиярскому воеводе, последить, а вообще ходят они постом-то исповедоваться-то, и чтоб ходили, и чтобы знали своих духовных отцов, а кто не знает, он избрал бы их, и исповедовались бы хоть раз бы в год, и молили бы о нас грешных, потому что голод вообще-то там, вообще где-то там бывает. То есть у Алексея Михайловича такой очень благочестивый такой пафос. Это у его сына будет очень такой бюрократический, в этом я еще скажу. Там такой еще благочестивый. И архиереи полностью разделяют вообще-то эту идею о том, что нужно как-то практики мирян урегулировать, чтобы чаще в церковь ходили, чтобы вообще знали, чему их учат, чтобы причащались чаще, исповедовались чаще. А как это сделать? А это может сделать только приходской священник. А если он часть земского мира, то он не может дисциплинировать своих прихожан. Как он им скажет, если он от них зависит? И логика епископа такая, что если он будет зависеть от меня, то он-то будет мои указы выполнять, чтобы, соответственно, вот как-то лучше они были благочестивы, жизнь вели. То есть здесь есть такие... Нельзя это воспринимать как такой единый процесс чистого такого бюрократической революции или контрреволюции, как угодно. Это разные процессы. Здесь были и вполне содержательные идеи в этом заложены. Да, у вас был вопрос? Вопрос как раз, при всех минусах, я думаю, плюс-то появился когда-нибудь, вы бы сказали, что... Были мотивы, были разные мотивы совершенно, да. Что делает империя? А вот теперь мы переходим к империи. Это все 17 век. Еще как бы такая непонятная промежуточная история. В 17 веке, как вы, наверное, знаете, я закончу сразу эту историю с благочестием мирян. Просто очень хорошо видно. Вот 17 век, архиереи, Алексей Михайлович, они все-таки имеют в виду благочестие какое-то, да. Церковное сознание, благочестие. Они как-то работают над этим. Петр имеет в виду очень простые и утилитарные вещи. Вот этот вот утилитаризм отношения к религии в целом и к церкви в частности, который был свойственен Петру при всей его, на самом деле, может быть, личной каком-то и такой... какой-то религиозности, специфической, но все-таки имевшей место. Вот этот вот утилитаризм становится характерным, таким началом для всей имперской истории. И мы его видим в разных проявлениях на протяжении всех 200 лет по отношению к церкви, я имею в виду. Утилитаризм, то есть как бы преследование именно своих, часто очень узко понятых государствами, преследование своих, часто очень узко понятых интересов, часто очень фискальных интересов, материальных интересов. И вот указ Петра о необходимости причащаться, ну это, собственно, в духовном регламенте зафиксировано, причащаться ежегодно, он как мотивирует? Он мотивирует уже не тем, что это нужно благочестие повышать, ну это плохое выражение, но хорошо, а тем, что нужно выискивать раскольщиков, то есть раскольников. Раскольники при Петре обложены двойной подутью. Если ты уклоняешься и не заявляешь о себе как раскольники, или хочешь прикинуться православным, то значит ты уклоняешься от государственных, от уплаты государственных денег. И значит исповедь превращается в ежегодный эксперимент, исповедь и причастие, в ежегодный эксперимент следственный по выявлению раскольников, потому что раскольник не причащается. Поэтому мы ему говорим, причащайся, а если ты не причащаешься, значит ты раскольник, плаки подать двойную. Вот так как бы биократизируется религиозная практика. То есть то, что еще несколько десятилетий назад было заботой о благочестии, то в империи становится заботой о казне, государственной казне. И это становится, собственно, таким остается на протяжении 200 лет. Но вернемся к приходу. Приходские штаты – это забота о увеличении прихода. Приходы разные, маленькие. 10 дворов, 30 дворов, 40 дворов, есть 100 дворов. И в них служат 2 священника, 4, 5, 15, 20 священников, если бы очень большой приход. То все возможно. Духовенства очень много. И Петр считает, и вообще империя считает, очень много духовных лиц. А нам нужны грамотные, нам нужны вообще-то, чтобы люди подать, платили, у нас война идет со Швецией. И в солдаты, чтобы шли. Поэтому нам не нужно вот этого огромного количества. И приходы должны быть вообще крупнее. И он запрещает, вот этот указ 22-го года, он фактически запрещает строить новые церкви, устанавливает штаты, сейчас покажу, какие на следующем слайде, то есть ограничивает число духовенства по отношению к дворам, количество дворов. И остальное лишнее духовенство в податное состояние. Или чтобы солдаты шли, или чтобы землю пахали. Главное, чтобы подать платили. Дальше. Вот это просто тенденция. Эти три даты у меня выделены. Просто тенденция важна. 56-й год. Это Елизавета Петровна. Императрица Елизавета Петровна. Елизавета Петровна благочестивейшая государственная. Но и она, эта система, да, давлеет. И она подтверждает указ о запрете строить церкви в приходах, где менее 100 дворов. Причем там на этот указ даже синод говорит, ну побойтесь, там у нас есть окраины. И вообще вопрос не количестве дворов, а расстояние. Есть так называемое ведение синода, где он описывает, что это очень жесткий указ. Сенат, отвечая, защищая букву указа императрицы, отметает это, говорит, все так и будет. И реально действует запрет строить церкви в приходах, где менее 100 дворов. Вот. И потом еще, 778-й год, это же Екатерина. Новые штаты, еще более жесткие, чем Петровские, замечательно называется указ, о неумножении сверхпотреба и священников и перечетников в призраках. А зачем ей? Она опять должна забрать часть духовенства. А зачем куда девать? Потому что губернии учреждены в 775 году, и нужны грамотные, чтобы в губернских присутствиях работали, а не кадилом тут махали. Поэтому, как это происходит? Ну, вот графа 16-17 век, это примерная такая, оценочная такая история. То есть, это то, сколько по оценкам современных ученых бывало дворов в приходе, где один священник и два причетника, в приходе, где два священника, четыре причетника и три священника и шесть причетников. Ну, вот примерно такое количество, вот первая графа. Вот дальше идут Петровские штаты 722 года. Видите? Один священник на 100-200 дворов, не меньше. Два священника 200-250, три священника и больше, это 250-300 дворов. Екатерина, смотрите, как увеличивает серьезным образом. Да, то есть, уже, соответственно, от 150 идет дальше. Два священника это до 300, и там уже больше 300. Три священника, это более 300. И там достаточно большое количество. Вообще, по некоторым подсчетам, они оценочные, там не будет точных данных, потому что у нас нет статистики по 17 веку, но вообще-то, видимо, в ходе реформы, в ходе утверждения штатов оказалось вне церковной службы от двух третей до трех четвертей духовенства. То есть, 75% духовенства... Да, она оказалась лишним. Она оказалась в податном состоянии. Дети его тут же начали подвергаться рекрунским наборам, жесточайшим. Особенно при Анне Иоанновне, там, это отдельная история, не будем в подробности вдаваться, не закончим никогда это все. Вот и так далее. То есть, это вот прекрасная иллюстрация утилитаризма имберского. Нам нужны эти люди, чтобы они пахали, служили солдатами и платили подать. А вот пускай приход, пускай увеличиваются. Но они еще говорят, ну как же, священникам будет лучше. Они, так сказать, будут больше денег получать. Это, конечно, большая проблема, но эта идея о том, что чем больше приход, тем больше батюшка получает, она будет преследовать вообще имперскую администрацию, и мы с этим еще столкнемся. Это очень разная категория. Двор, это прежде всего, почему двор был так удобен, это хозяйственная единица. Сегодня молодая семья, например, королетний отец семейства, у него там, например, четыре сына. Это большое, да, и он, соответственно, ну пока они не выросли, это пять мужиков, например, да, ну например, там у него еще там три дочери, значит, жена, давайте считать, да, восемь, ну десять человек, десять человек двор, да, вот, но сыновья выросли, например, они уходят, женятся, еще куда-то, да, начинается ротация, двор уменьшает, но тоже остается двор. Если их двое, двое, это тоже двор, то есть хозяйственная единица здесь очень важна. В один момент, по-моему, при Екатерине правительство говорит, нет, это дворы, это плохая категория, давайте мы по ревизским сказкам, то есть по переписи населения будем считать, и двор у нас будет, это будут четыре мужчины. Вот только что я описал, и вы понимаете, что на самом деле это невыгодно для церквей, потому что это больше становится, больше дворов, потому что на самом деле, если у нас сегодня двое в одном дворе мужчин, и двое в другом, например, потому что дети просто уже выросли, то это считается за один двор. Или, например, наоборот, это только что поженившиеся, выделившиеся крестьяне, они еще не успели родить, у них родятся дети, но до следующей ревизии это будет один двор. То есть как бы как раз угрупняет вот эту ситуацию, а двор был очень разным, от 10-15 человек до меньше какого-то количества. Вот данные замечательного нашего коллеги, американского исследователя Грегори Фриза, который еще в 70-е годы занимался историей русского духовенства, 18-19 веков, у него выдающиеся есть работы, вот он посчитал по четырем епархиям Центральной России, как увеличивается количество дворов в епархиях за 40 лет с времени Елизаветы Петровны до, соответственно, Екатерины. Видите, что здесь почти что везде рост идет почти в два раза. То есть средний приход раньше был 50-60-70 дворов, а к концу века он становится около 100. Около 100 дворов. И очень точно сказал Антон Дмитрий Назольников, исследователь сибирского прихода, определяя сверху размеры прихода, давало новые возможности для отрыва прихода от мирской общины. То есть да, мирская община-то она такая может быть, а приход такой оказывается. Это рассогласование общин, оно продолжается в имперский период. То, о чем я начал говорить еще по отношению к 17-му столетию. И еще одна очень важная характеристика синодального периода, фундаментальная для понимания всех процессов, это сословность духовенства. Что такое сословность? Сословность трой, это когда ваш род занятий, ваш статус наследуется. Вы не можете уйти из сословия. И он никак не связан с материальным положением. Может быть, богатый крестьянин и бедный дворянин. Но он останется дворянином, а этот останется крестьянином. Все наследуется. И утверждение сословной структуры российского общества, это, конечно, 18 век, это, конечно, усилие империи, усилие государства. Потому что это сословное устройство было, скажем так, сословие было легче мобилизовать на службу государства. Потому что те историки спорят, были ли сословия в Древней Руси. Во всяком случае, есть разные точки зрения, не будем в них вдаваться, но во всяком случае, все сходятся в одном, что социальная мобильность, то есть перемещение вверх по социальной лестнице в Древней Руси могло быть очень активным. Классический, единственный пример можно привести, но классический, очень хороший пример, это патриарх Никон, который из Никиты Минова поднялся, сына мордовского крестьянина, поднялся до всероссийского патриарха. Понятно, что это он делает через церковь, которая является блестящей, такой вот, как бы очень хорошей, как социологи говорят, социальным лифтом. Но вот патриарх Никон отличный пример. Вот такого в сенандальный период становится невозможно. Невозможно. Сословия замыкаются, и духовное сословие замыкается одним из первых, потому что власти не нужно, чтобы крестьянин, дворянин, купец заходил в сословие, и переставал платить подать. Нужно закрыться. Это первый мотив, фискальный, а второй мотив, более высокий, скажем так, это мотив подъема образования духовенства. Поднять образование духовенства можно только в очень закрытой корпорации. Вот в том ситуации 18-го столетия, да, нужно фактически крепостным образом заставить отцов отдавать сыновей в бурсы, чтобы они получали образование, и чтобы следующее поколение повторило этот опыт, и чтобы следующее поколение опять повторило этот опыт. Только так считается, в общем, правильно считается, можно поднять уровень образования духовенства. А для этого нужно закрыть и бурсы, чтобы туда не проникали и на сословное, и саму корпорацию. И что у нас происходит? К началу 19-го, да, прежде всего отменяются приходские выборы. Приходские выборы отменяются в несколько этапов, но окончательно, бесповоротно, законодательно они отменяются в 797 году при императоре Павле. Замечательный аргумент, почему, собственно, они отменяются, потому что выборные священники прикладывают руку к прошениям крестьян высшей власти против помещиков. Они грамотные, они составляют эти прошения по просьбе крестьян. Да? Поэтому это надо пресечь, чтобы они не участвовали в этом. Нет, как с точки зрения власти, тот, кто приложил руку, тот организатор. Это не важно, что вас попросило общество. Вы организатор, вы, так сказать, растрижены, сосланы Сибирь, биты кнутом, вырваны ноздри, и вы уехали. Но чтобы впредь этого не было, должен быть окончательный отрыв от общины. И отмена выборов это первый момент. Потом, в течение всего XVII века, формируется сословная, строго сословная школа, сословный духовный суд, окончательно утверждается церковный суд, в том числе даже по уголовным преступлениям духовенства. Ничего раньше не было. Но только тяжкие преступления, убийство, сразу передается в коронный суд. Но по другим каким-то утверждается сословный суд. И в результате формируется сословная субкультура, поведение, речь, менталитет, и так далее. Причем духовенство становится тем, есть такая категория у историков, маргинальное сословие. Что это значит? Это сословие, которое считается чужим для всех других сословий. Оно чужое для дворянства, которое воспитывается на европейской образованности, а у этих какая-то специфическая образованность. И оно чужое для крестьян, которые учатся читать по псалтире, а эти учат греческий латынь. Духовенство превращается в маргинальное сословие для всех. И для более высших классов, и для, собственно, своей паства. И результат, вы, я думаю, что прекрасно можете сами понять результат, это отчуждение. Не только общинное, но и ментальное отчуждение между прихожанами и, соответственно, крестьянами. Все те сословия, все те поговорки, все те пословицы, которые фиксируют у нас романтики, начиная с Даля и до начала XX века, там, папа и врагушки видать, там, и про всякие о том, что он жаден, там, все эти дела. Это все пословицы конца XVIII-XIX века, показывающие четкий результат сословного размежевания. Между духовенством и пастой. Да, ну вот это замечательное, что в первой половине XIX века духовенство было самым сословным из всех сословий. Это Борис Николаевич Миронов, питерский выдающийся историк, наш современный, который как раз об этом очень хорошо это описывает. А вот теперь, это мы так контекст даем некий, вот Штаты ввели, укропнили приходы немножко, вот сословность утвердили, а вот теперь происходит прямым образом. Да. или оно всегда может их забрать для государевых нужд. Ну, как правило, уже если они отучились, то как? В академию наук могут призывать, в медицинскую академию, наборы проводятся специальные, в хирургическую академию всегда из бурсы берут. Почему? Потому что латинский знают, им учиться не надо. Но, как правило, большая часть, конечно, духовенства. Власть продолжает вплоть на протяжении всего XVIII столетия, я не вдавался подробностей, проводит разборы духовенства. То есть, говорит, к такому-то дню мне там каждого третьего из сословий удалить. Куда? В солдаты. Анна Иоанновна очень любит в солдаты брать. Война идет и так далее. Кто-то берет в канцеляристы, кто-то еще куда-то. Но разборы, последний разбор, по-моему, я сейчас не помню точную дату, это начало XIX века. То есть, если его по нему уже сословий, он же со священником, а его раз и солдат, он теряет свое сословие? Да, все, 25 лет солдат. Все. Нет, если он попал в разбор, а если он не попал в разбор и остался в сословии, то он так и будет. А если он не хочет священника, то есть, ему не закрыто везде? Все. Нет, вы не можете выбрать свой статус. Ни статус, ни род занятий, ни жену себе не можете выбрать другую, потому что жениться вы тоже должны в сословии. А если его государство призвало в хирургическую академию, то ему, можно сказать, повезло. Не знаю, повезло ли, он военный врач, под ядрами ходит, но в целом он другой, он разночениц. Да, и жену вы должны выбрать в сословии. И место наследуется от отца к сыну или от тести к зятю. Если у священника нет сыновей, наследуется через дочь. Дочь уходит замуж. И самое интересное, она продолжается, несмотря на то, что государство ликвидирует сословие в 869 году, де-факто оно продолжается до 17-го года. Альтернативных механизмов не было придумано, но это отдельная история. Как это следуется? То есть отучился семинарист, он идет к епископу, и очень интересный момент, сословность накладывает, ставит новые задачи перед епархиальным управлением, потому что епископ оказывается таким сословным старостой, который прежде всего, главная функция в течение жизни, я утрирую немножко, это устраивать браки семинаристов. Чтобы обеспечить правильное, нормальное замещение церковных должностей. И он должен учитывать его успеваемость, богатство прихода. Он не учитывает сердечные склонности, это никто не учитывает. Есть замечательные воспоминания духовенства первой, третьей, девятнадцатого столетия, семьи Альбитских из Переиславля, где первый родоначальник оставил эти воспоминания, как он выбирал себе жену. Это не это, так сказать, без трепета читать невозможно. Все учитывается, размер прихода, благосостояние прихода, что за семья, по какому разряду он закончил. Потому что, если он закончил, выпускники делятся на три разряда, первый, второй, третий. Если он закончил по первому разряду, он может служить в городе, в богатом приходе, он полноценный человек, и там может быть соответствующий приход, невеста, так сказать, и так далее. А если он по второму разряду, то в богатый приход его уже нельзя посылать. Это мезальянс. Поэтому езжай куда-нибудь туда. А если ты вообще по третьему разряду, то ты будешь диаконом всю жизнь. Или псаломщиком, это вообще просто. Помните у Лескова, Ахилла, Десницын, диакон в Соборянах? Он же говорит, что я же не выучен, он же был исключен откуда, из какого класса, не помню, из риторики, что ли, из грамматики, за великовозрастие и малоуспешность. И у него нет шансов, он только диакон. Слава богу, он диакон в уездном городе. А так мог бы быть где-нибудь соломщиком в деревне, за болотами и так далее. Да, то есть с одной стороны это стимулирует успеваемость. Да, то есть собственно успеваемость это твой социальный лифт. Если ты выучился, то ты в первом разряде ты претендуешь на какое-то хорошее место. Это стимулирует интеллектуальный такой вот рост. Более того, это по-моему митрополит Филарет замечает, что особенно успешны в наших семинариях дети псаломщиков. Понятно почему. Потому что их отцы живут в нищете и они видят, что значит этот отец не выучился и что будет. И он конечно рвется в бой естественным образом. Но все это замещается через наследование. Понятно, прихожане на это только смотрят. На праздник жизни и должны смиряться с тем, что происходит. Вернемся к этому узловому моменту на самом деле, в который начинается закрепощение прихода. Это все условия, контекст социальный, а закрепощение прихода, можно сказать, дату апрель 1808 года. Что происходит? вот здесь важный момент, я на нем остановлюсь еще чуть-чуть, чтобы вы прочувствовали, насколько не бывает черно-белых историй. В 1808 году Российская империя и Российская церковь проводят масштабную и самую гениальную реформу духовного образования в истории. Они выстраивают систему духовного образования трехуровневую, обеспечивают ее специальными учебными планами, которые фактически заложили основу интеллектуального всплеска, вспышки русской церкви, русской церковной науки середины 19 века и начала 20 века. Собственно, благодаря этой реформе во многом состоялся собор 17-18 года как интеллектуальный некий такой прорыв, в том числе интеллектуальный, не только соборный. Значит, и действительно это такой цветок, который все должны лелеять, они об этом прямо говорят, да, и русская церковная наука потом рождается, именно из этих школ духовных выходит и так далее. Но в этот же момент наносится роковой и последний удар по жизнеспособности православного прихода. Закладывается основой его многолетнего кризиса, которая в итоге и привела к крушению всего в начале 20-го столетия. Что происходит? Потому что первоначально речь шла о том, что государство принято на себя финансирование духовных школ. Но в какой-то момент государство сказало, нет, это очень дорого. А нет, где еще поискать, нигде поискать еще денег, как есть. У приходов можно взять все. Ну, давайте возьмем. Мы у них возьмем все и не просто возьмем все их сбережения, но будем каждый год вычерпывать из них главный их доход, свечной сбор. Я вам говорил, свечи это главный церковный доход. Потому что вообще-то земли, арендные какие-то статьи уже отобрали у них у всех, у них ничего нет. Остаются только свечи. Вот свечи мы у них отберем, а оставим их так называемые кошельковые сборы. Это то, с чем, ну, кошелек, это такая кожаная сумка, с которой староста с помощником ходили по церкви, ну, это то, что называется кружка или тарелка, ну, вот они с кошельком ходили, туда, значит, пожертвования просто бросались. Вот оставим это, а свечной сбор у них отбираем, каждый год отбираем свечной сбор. и для того, чтобы это нам удобно осуществлять, мы берем и меняем статус церковного старосты. Мы запрещаем ему отчитываться перед общиной и обязываем отчитываться перед консисторией, а клир, клир священника и псаломщика ставим следить за старостой, чтобы он, не дай бог, не ходил на сторону к общине отчитываться, а отчитывался только вверх. И, собственно, тут описаны все детали этой ситуации. Фактически приход оказался закрепощен вышестоящей бюрократической структурой церковно- и церковно-государственной. Потому что все шло на самый верх в Синод, в Комитет духовных училищ, потом там другие были учреждения, но как бы то ни было, это шло вверх по бюрократической лестнице. И оттуда уже распределялась вниз по всем семинариям, академиям, духовным училищам и так далее. Вот. Ну, как, значит, да, приход перестал существовать как самоуправляемая общность, но остался территориально-административной и фискальной единицей. А учитывая, учитывая, что прихожане уже как бы психологически отчуждены от сословного духовенства, что они уже его не выбирают, что они уже, что прихода уже крупнее, чем общины, да, все это как бы, это практически вбивает в гвоздь, в крышку гроба самостоятельности православного прихода, с этого момента начинается глубокий кризис. Понятное дело, что участие прихожан сведено к минимуму, безразличие, отчуждение продолжает расти, и главное, то епископы сразу об этом пишут, начинают падать их пожертвования, клир все больше воспринимается как бюрократический и фискальный агент, отчуждение между ним и мирянами растет, изъятие основной части приходского дохода ведет к обнищанию приходов, так что к середине 19-го столетия очень часто не на что отремонтировать церковь, она стоит, она же деревянная, она стоит, так что опасно в нее войти. Это потом продолжается во второй половине 19-го столетия. И главное, тут у меня не уместилось почему-то, так сказать, главный, четвертый момент, что образуется, так сказать, естественная реакция поначалу прихожан на все это, когда у них отнимают это все. Что они делают? А? Перестают ходить, перестают ходить, разбегаются. Ну, им некуда другу идти, они же привязаны, они же крепостные в основном, они должны сюда, если хотят ходить, то они сюда ходят. А, так сказать, как они пытаются исправить эту ситуацию? И, кстати, одинаково поступают как общинники, так и помещики. теневая структура возникает, теневое хозяйство возникает, колоссальное. и сначала это способ спасения прихода, но потом, через несколько десятилетий, а эта ситуация длится больше столетия, это, как уже в 60-е годы Самарин, о котором я еще скажу, пишет, возникает ситуация церковного святотатства, потому что клир и старосты начинают, которые под отсчет на Тиберклиру, а не Приходу, начинают черпать. Я вам прочту несколько выдержек из мемуаров выдающегося деятеля второй половины 19 века Никиты Петровича Гелярова-Платонова. Он сам тоже вообще-то из семьи коломенского священника. Он философ, и фактически он друг Хомякова Алексея Степановича, то есть это старшее поколение славянофилов. Но он немножко особняком стоит, они не очень принимают его в свой круг, они все-таки дворяне, а он поповская жилка, но в общем он по идеям им очень близок. И вот он учась да, это замечательно, вот он нашел, учась в семинарии, он живет в старших классах, снимает комнату у священника церкви Флора и Лавра на Зацепе. Это нынешняя Павелецкая площадь в Москве. Вот. Это очень был богатый приход, там он описывает почему он был богатый, но сейчас детали нам не важны, мы, я вот просто прочитаю несколько цитат, он блестящий литератор, у него два тома воспоминаний, из пережитого называется, если кому-то попадется в руки, вообще-то в литературных памятниках, все литературные памятники это издано и можно вполне познакомиться. Цитаты довольно пространные, но я думаю такой язык, что это можно все воспринять. Смотрите, введение прихода расходных книг, это финансовый главный документ приходской отчетности, познакомило меня с колоссальным обманом, который совершался на пространстве империи, заведомо для всех, не исключая и правительства. По закону, тогда существовавшему, придуманному Спиранским, вы помните, это один из деятелей Александра Первого царствования, в том числе он был участником комиссии духовных училищ. Вся прибыль от церковной продажи свечей должна была поступать в Святейший Синод на содержание духовно-учебных заведений на пользу церкви, в кавычках, как значилось в заголовке графы. Теоретически было справедливо, храм не лавочка, коммерческая нажива профанирует веру и противно слову Христа, изгнавшего торжников из дома молитвы. Пусть храм содержится на подаянии, собираемые в кошелек и кружку, но на деле ни один храм кошельковыми и кружечными сборами содержаться не может. Отсюда обман, которому вынуждены были прибегнуть причты со старостами. Количество проданных свечей, а следовательно и прибыль с них показывались в меньшем количестве. Равно утаивалось и количество огарков, оставшихся от зажигаемых свечей, а нужно было отчитываться об огарках в том числе, чтобы не утаили. Наблюдалось одно, лишь бы сумма, отчисляемая на пользу церкви, оказывалась не меньше отосланной прошлым годом, хоть на копейку, да будь больше, иначе потребуют объяснений, наряжено будет следствие. Я забавлялся, он заполнял книги, я забавлялся и возвышал иногда доход всего на одну четверть или даже на одну седьмую копейки, продолжить закон, хотя на сто лет, разорение невелико, придется через сто лет заплатить лишь лишнего один рубль, а то им того менее, но бывали в иных церквах старосты, прибавлявшие по десяткам и даже сотням рублей сразу.